Крикнув в 1991 году «Обогащайся!», Гайдар со товарищами сделал им много плохого тем самым. Ведь мораль исчезла мгновенно. Раньше для нас утаить две копейки партийных взносов было страшным преступлением. Или, не дай бог, на табуретке из организации вообще посидеть дома. Она должна стоять в организации, эта табуретка. Совершенно непонятно. Табуретка должна стоять там, где на ней удобнее сидеть. А вот эта история с потерей нравственности, она носила характер эпидемии. Все вдруг поняли, партийные бонзы, работники правоохранительных органов, бизнесмены, чиновники, что надо обогащаться. И каждый начал это делать, используя принцип Жванецкого, что охраняешь, что имеешь. И это массовый характер носило. И, безусловно, то, что произошло, скажем, в России, то, что люди... Вроде бы, знаешь, вот как-то сломалась коммунистическая машина, да, и появились верующие. На самом деле все стали безбожниками. Независимо от национальности, от расы. Все стали безбожниками, все стали... Ну, те, у кого была возможность, стали грабить. Остальные стали сосредоточены на ненависти, стали люто ненавидеть вот этих вот самых грабителей. Даже если это ограбление шло цивилизованными методами, все равно считалось ограблением. Потому что мы всю жизнь воспитывались по принципу, все должны ходить в одних и тех же рубашках и получать одну и ту же зарплату. И вдруг я такой негодяй, такой розетокий, у меня машина, у меня дом, у меня вилла, у меня бизнес. А он директор оборонного завода, кончивший сложнейший какой-нибудь московский физико-технический институт. Но его танки гребаные никому не нужны сегодня. Понимаешь? И украсть ему нечего, никто его эти лафеты не купит. Он рад бы все эти танки уже на металлолом порезать, если бы он умел, так сказать, их продавать, да, уже в качестве металлолома. А так ему и заработать не на чем. И он такой, становится такой махровый враг перестройки. И вот тут уже полукровки типа Гайдара, Чубайса, Авена там, и же с ними, да, все эти ребята. Вот тут они во всем виноваты. Вот тут мы это самое, вот приватизация по Чубайсу, вот шоковая терапия по Гайдару, вот эти полуевреи, что они тут понаделали в этой стране. Понимаешь? Это, он считает, что он прав. И, кстати говоря, дискуссия непростая в данном случае, она как бы непростая. А проблема в том, что вот вся эта философия современного развития России завязана на цепь ошибок и поспешных действий. Все так этого хотели и на Западе, и на Востоке. Что произошла череда серьезных ошибок, череда неправильности. Понимаешь? Американцы неправильно давали деньги, русские неправильно их тратили. Американцы хотели за те деньги, которые они давали, получать преимущество. Либо политические дивиденды, там, Грузию к себе притянуть, или там, Латвию к себе притянуть, или еще что-то. Это тоже коррупция. Только на другом уровне. Но это тоже коррупция, это никакой разницы нет. Продолжение следует...